Здравствуйте! Сегодня пойдет речь об очень необычных наушниках, а именно вкладышах от FIO стоимостью в 300 долларов. И мягко говоря, для меня эти наушники были неожиданными. И, собственно, приступим. И здесь есть смысл немножечко рассказать о самой коробке и о комплекте. Коробка здесь очень напоминает как таковую в линейке FH и FA, то есть такая большая, плотная. Внутри у нас имеются специальные насадки поролоновые, причем разной плотности, разных размеров, чтоб можно было подобрать под себя, чтоб вот максимально подходило. И также есть переходники. То есть сам по себе кабель здесь несъемный, но сами переходники на небалансные разъемы 2,5-4,4 мм и 3,5 мм небалансные здесь присутствуют. Поэтому можете использоваться в разных форматах, так как вам больше пригодится. И сразу же по сопротивлению 32 Ома. То есть балансное подключение ради мощности здесь точно не понадобится. То есть если только схемотехника вашего плеера лучше работает именно на балансном выходе. И при этом по своему внешнему виду, по корпусам дизайн очень напоминает те же FA, FA7, FA9. Такой полупрозрачный, очень красивый. Да, все это смотрится действительно дорого, но при этом наушники большие, объемные. То есть если пробовать их вставить без насадок, то это очень проблематично. И понятие левого-правого здесь можно понять только по красной полосочке, которая очень неконтрастная, поэтому сложно ее заметить. То есть вставляешь в ухо и понимаешь, что вот надо как-то вот приловчиться так, чтобы они сели. Да, все теперь вроде как нормально. Поэтому посадка лично в моем случае здесь не совсем удобная. И слушать музыку было немного так проблематично. То есть не в удовольствии, а просто потому, что надо. Может быть, мое ухо уже как-то отвыкло от вкладышей как таковых. Хотя с теми же Venture Monk Lite проблем не было. Они садились просто вот как влитые, с ними все было идеально. И, собственно, по характеру звучания это очень мониторные такие наушники. То есть в них нет яркости вот совсем. То есть даже я бы сказал, что они как-то вот суховато звучат. И это ощущается фактически на всех частотах. Что на низких, что на середине, что на высоких. И для кого-то это будет прям в радость. Для кого-то будет не особо хорошо. И при этом в них ощущается какая-то такая вот аудиофильность. То есть в плане какого-то разрешения, в плане какой-то детальности. Да, действительно, они могут и понимают, что ну да, это наушники какие-то дорогие. Но здесь нужно понимать, что вы хотите именно вот этой вот сухости. То есть именно такой максимально зажатой, что ли, подачи. То есть с одной стороны, в плане каких-то, опять-таки, тех же скоростных характеристик, здесь все хорошо. То есть те же панчи, атаки, затухания отрабатываются достаточно дорого, что ли. То есть понимаешь, что нет какой-то медлительности в самих наушниках. Но не хватает именно массы. То есть если мы говорим о низких частотах, то есть те же удары, они быстрые. Но при этом веса какого-то действительно не хватает. То есть даже в каких-то ровных наушниках его бывает больше. Поэтому для какой-то просто электронной музыки эти наушники уже вряд ли подойдут. Потому что, ну, не будет хватать каких-то эмоций, не будет хватать банальной динамики. Но одновременно с тем, если мы возвращаемся к низким частотам, то по своему разрешению все хорошо. По контролю все хорошо. То есть даже где-то как-то вот они пытаются уйти в субас, взять самые низкие частоты. Но я, если честно, их там не особо-то и расслышал. Это было проблематично даже на высокой громкости. Если говорить о середине, то здесь сама эта мониторность, она сказывается. То есть как-то я уже привык к наушникам, которые все-таки приукрашивают. И середина, то есть голос, вокал звучат более как-то живо, более натурально. Здесь этого нет. Все равно понимаешь, что вот какая-то мониторность, она такая присутствует. И то же самое переходит к высоким частотам. То есть яркости в них нет. Это нужно вот понять самое-самое главное. Они хорошие в плане своей аналитики. То есть невозможно к ним придраться, что вот, ну, как-то вот разделение инструментов здесь так себе. Что-то вот, ну, как-то оно сквозь туман звучит. И нет этого. Это аудиофийское что-ли такое звучание. Это дорогое звучание, но оно очень сухое. И на высоких частотах тоже порой не хватает, чтобы как-то было побольше какого-то драйва, более чего-то такого живого. Особенно, когда трек располагает к этому. И здесь уже возникает еще один нюанс. Если сам по себе трек плохого качества, то будет печаль. Если трек хорошего качества, то, естественно, там уже можно будет что-то получать. И требования к самому источнику уже достаточно большие. Да, они достаточно легко раскачиваются. Им не нужно прям какой-то мощности, но хороший источник им нужен. И не покидалось чувство того, что все равно того же Fio X7 им мало. То есть нужно что-то вот посерьезнее, что-то получше для того, чтобы раскрыть их потенциал. Поэтому не знаю, противоречивые чувства. Мне эти наушники не понравились. Я слушал их просто потому, что нужно. Но и одновременно с тем я не могу сказать, что они плохие. Это наушники для своего слушателя. Я все равно, как человек, больше люблю такое яркое. Я уже привык к ТВСкам. Привык к тому, что основа рынка это именно True Wireless наушники, которые, как правило, приукрашают. То есть даже если они стараются быть какими-то нейтральными, все равно надбавочность какая-то есть. И ты к ней привыкаешь. И здесь этого уже не хватает недостаточно. Так что если ищете что-то ровное и линейное, то, пожалуйста, это будет интересный вариант. Как универсальный точно нет. То есть те же острики C08T, к примеру, они намного более яркие, намного более интересные в этом плане. К сожалению, Venture Monk era я не слушал, не было их как-то возможности послушать. Поэтому не знаю, как они звучат. Но, наверное, для вкладышей это все-таки топ. Что-то вот такое дорогое, классное. Думаю, что основную мысль я донес, которую хотел донести. Поэтому, если остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Если заинтересовали наушники, то ссылочка будет в описании. И на этом все. Большое спасибо за просмотр и до скорых встреч. Продолжение следует...